Что вы знали о Саратове до заключения контракта? Каковы были ваши ожидания от сезона и оправдались ли они? Что вас удивило в этом году или что запомнилось в игре и в быту, возможно, какие-то смешные или необычные ситуации? Что вы знали о Саратове до заключения контракта? Это мой второй раз в России. Первый раз в Москве, когда я играл в Евро-Лиге против Ческа. Мои ожидания для сезона... Мы хотели бы победить в игре. И мы получили свои ожидания. Это была успешная сезона, но мы не закончили. Мы не готовы. Мы хотели сделать хорошие в игре и пытаться победить. И победить. В каждой практике, когда началась практика, мы всегда гуфируем и делаем весело. И говорим шутки. И, может быть, играть против друг друга. Один-он-один или что-то. Но у нас есть хорошая семейство. И у нас есть хорошая ситуация с нашим командой. Майка, ты пользуешься огромной популярностью у болельщиков. А в какой момент тебе больше всего была важна поддержка? И какой игровой момент в Саратове для тебя был самым крутым и эмоциональным? Нравится ли твоей семье жизнь в Саратове? Что, на твой взгляд, общего и в чем основное различие между жителем США и жителем России? Аааа... Это нормально. Вы знаете, море было очень холодно в сентябре, но сейчас это очень красиво. Это большая сюрприз. Потому что в прошлой неделе у нас было немного снега, и сейчас 30 градусов сегодня. Так что море было большая сюрприз. Для меня, не много сравнений между Россией и Америкой, особенно где я живу. Но это нормально, это весело, воспринимать новые вещи, новые места, новые люди, новые культуры, и так далее. Познакомились ли вы уже с русской кухней? Если да, то какое блюдо нравится больше всего? Ээээм... Я не знаю, я не видел очень много русского еды, по-моему. Мы обычно, если мы едем где-то, мы едем в Ирисском пубе, или в Черчилле, или так далее, где мы можем получить другую ерунду, как американские ерунды, стейки, и различные ерунды. Но, я не знаю, что русские ерунды. Я не знаю. Извините, ребята. Я не знаю. Может быть. Я не знаю, что русские в моей семье. Но, может быть, много лет назад. Но, это хорошая вопрос. Я видел много людей, которые мне это рассказывали. Даже, когда я приехал в Россию, люди сказали, что ты выглядишь русский, или что-то. Майка, привет! Как много ты выучил русских слов, и какие, например? Ээээм... Футболисты часто обмениваются футболками. А баскетболисты? В майке какой звезды НБА выходили в детстве, если такое было? Нет. Баскетболисты мы обычно не изменим наши жерзи. Это не традиция в баскетболе. Мой первый т-ширт НБА-плеер был Реджи Миллер для «Индиана Пасера». Он был один из моих любимых. Не моих любимых. Майкл Джордан был моим любимым, почти все, кто играет в баскетболе. Но Реджи Миллер был один из моих любимых игроков. И это, в самом деле, мой первый ширт. Какую предпочитаешь музыку? Кто был или является твоим кумиром? Потому что их способности на поле. И кто играл профессиональные спорты, баскетбол, американский футбол, бейсбол. Я их любил. Когда ты начал заниматься баскетболом? Почему баскетболом? Занимался ли еще каким-нибудь видом спорта? Да, я играл баскетбол когда я был ребенком. Американский баскетбол. Я начал играть баскетбол когда я был организован на команде когда я был 8 лет. 10 лет. Баскетбол было просто что-то, что я любил делать. Возвращаясь, я любил это смотреть. Я играл с моими университетами и братьями. Я очень любил это. Так что, это просто связано с мной. Университета 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 когда я закончился. Может быть руководить или что-то в передней области позиции. Я также университет в журнализме. Я изучил журнализм и спортсмаркет и так далее. Это было очень интересно для меня. Твоя цель в жизни? Мой жизненный я не знаю. Я хочу купить дом. Это большой для моей семьи. Я уже женился. У меня два ребенка. У меня есть ребенка. У многих болельщиков есть фотографии с вами. А у вас есть фото с пандой. И знаете ли вы, почему панда ходит в оранжевой рубашке? Так летать это дар природы или долгие годы тренировки? Я думаю, что большинство это подарок от Бога. Мы профессиональные атлетики. Мы работаем каждый день. Я работал на это много. Но это подарок от Бога. Натуральная способность. Хотел бы ты вернуться в NBA? И в какую команду? И вообще, за кого болеешь в NBA? Я бы хотела быть в NBA. Я думаю, что это почти профессиональный баскетбол-плеер мечтать в NBA. Это топ-левел. Мой любимый игрок в NBA сейчас? Это Леброн Джеймс. Он отличный атлетик. Баскетбол-плеер. И еще вопрос о детях. Они у тебя такие очаровательные. И имена интересные, как у персонажей в сказке. Ты бы хотел, чтобы у них было спортивное будущее? Да. Я бы хотела, чтобы они занимались в спорт. Я думаю, что спорт – это здоровое для людей в их жизни. Особенно для молодых детей, чтобы остаться активными, чтобы учиться о татуировках, чтобы работать с людьми, что-то такое. Какой спорт, который они хотят играть, какой их любимый, какой их любимый, какой их любовь. Соккор, волейбол, спортивное. Сколько всего у тебя татуировок? Какая самая важная для тебя? Набьешь ли на память что-нибудь о Саратове или Автодоре? У меня у меня все левые руки, какие на моем чеснете, фотографии моего сына, мою жопу, мою жопу. Может, 8-9 татуировок. Токен для Саратов, я не знаю. Наверное, не. Татуировки перманутые, и это что-то, что-то мне означает. что-то такое. Ты самый яркий игрок Автодора. Тебе главное быть ярким или результативным? Я пытаюсь сделать доброе шоу для фанатов. Я думаю, популярным, но это не самое важное. Я здесь для работы, играть, играть, пытаться победить. и, как я сказал, сделать шоу для фанатов, и дать им, что они платили. Они пришли, чтобы увидеть нас победить. Это мы пытаемся сделать. Вам понравился этот сезон с Автодором? Да, это был отличный сезон, очень успешный. Как я сказал, мы сделали в плей-офф, и мы будем пытаться бороться и победить. Мы всегда помним эту сезон. Есть ли у вас близкие друзья в команде? Как часто вы проводите время вместе, вне площадки? Да, мы все очень близки. Особенно американские игроки, потому что мы из той же культуры, мы понимаем язык. Это просто связано с этими людьми и делаем очень близкие друзья. Может быть, несколько раз в неделю. Может быть, один из нас пойдет в квартиру и играет видео-геймы, или в Ирисский паб, и, 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 или, и, например, не каждый день, но несколько раз. Потому что мы видим друг друга каждый день в практике. Вы претендовали на звание лучшего шестого игрока лиги, но в итоге не попали в список номинантов. Что вы чувствуете по этому поводу? Это немного удивительно. Вы знаете, особенно когда люди сказали, что я будет быть возможность этого. Но я думаю, что я играл. Я лучший игрок, который в этой лиге вернулся. Они помогли мне сделать хорошую сезон. Но это не так большой, потому что основной это победить игры, играть в игре. и пытаться разобраться в игре. Как вам поддержка болельщиков? в игре. Беста в игре. Беста Беста в игре. и я думаю, что мы лучшие фанаты. Мы смотрим Баскетбол ТВ. в игре. в игре. в игре. в игре. В игре.